Ты вышла замуж в 17 лет. Став на весе, я увидела огромную цифру, 106 килограмм. Банальные вещи, что такое хорошо и что такое плохо. Пишу на самом деле я намного лучше, чем говорю. Вам просто запрещено вести, скажем так, социальные странички. Мы можем уставать, причем уставать настолько, что в конце дня просто падать. Сегодня у нас в гостях Екатерина Суворикова, жена священника Матушка. Екатерина, здравствуй! Добрый день! Благодарим тебя за встречу. Спасибо большое, что пришла, нашла время. Ты знаешь, у нас в нашей программе Матушка впервые посетила нас. И для многих это может показаться, мне кажется, даже необычным и странным. Скажи мне, пожалуйста, вообще, ты могла предположить в своей жизни, что ты станешь матушкой? И кто-то тебя будет так называть? Изначально, наверное, нет. Потому что, когда я росла достаточно в творческой среде, училась в музыкальной школе, и у меня была задумка вообще стать или певицей, или актрисой даже. Но моя жизнь сложилась так, что я попала в церковную среду и развивалась уже больше как артист хора и как дирижер. И далее, наверное, так сложилась моя жизнь. Я встретила человека. Очень рада, что встретила действительно своего человека. То есть я выходила замуж не за статус, а за личные качества своего мужа. А кто себя называет матушкой? Матушка скорее называют в церковной среде прихожане или, например, наши общие знакомые батюшки. Наверное, обращается скорее матушка. А так люди, близко знакомые мне, они называют меня или по имени, или по имени-отчеству. Например, мои ученики, я преподаю в воскресной школе, и они называют меня Екатерина Вячеславовна Павловна Павловна. То есть более официально. Все ясно. Мне, как девочке, очень интересен такой вопрос. А именно вопрос касаемо платков и длины миди на платьях, либо юбках. Скажи мне, пожалуйста, это неотъемлемая часть твоей одежды, либо же есть какие-то послабления, и необязательно носить платки и платья, либо юбки длиной миди? Объясни мне, пожалуйста. Ну, это зависит от среды, в которой мы находимся. Конечно, если мы находимся в церковной среде, и люди смотрят на тебя, существует церковный этикет, который нужно соблюдать, чтобы просто не смущать людей. Нет, а если мы не отойдем от церкви? Если мы находимся неофициально в среде, то тут уже, например, мой образ жизни, он сложен из удобства. Например, я большую часть времени провожу с своими детьми. Тут уже более свободная форма одежды, я думаю, она будет уместна, почему бы и нет. То есть ты можешь себе позволить даже брюки? Я могу себе позволить брюки, потому что я последние три года занимаюсь спортом. Каким? В основном легкой атлетикой, я бегаю. Я за эти три года после четвертой беременности достаточно долго восстанавливалась и сбросила 50 килограмм. Ну мы к этому обязательно вернемся. То есть получается, что ты абсолютно свободно можешь себе позволить одежду в стиле casual, более спокойную, более удобную и практичную. То есть миди можно отложить и надевать только тогда, когда это требует случаев, будем так говорить. Я думаю, да. Скажи мне, пожалуйста, как вообще у тебя дела обстоят с косметологами, с маникюром? Можно ли вам это? Или это вообще находится под запретом? Как? Ну я думаю, если требует того случай, какой-то официальный повод, то это возможно. Тем более я хочу вам сказать, что моя бабушка, ведущий косметолог по профессии, которая работает уже более 40 лет. косметологом, поэтому, наверное, если требует официальный повод, я допускаю макияж, но опять же в нюдовых, в постельных тонах, чтобы это было... Имеет место быть. Вот для меня вот это очень важно, потому что... Имеет место быть, но согласно твоему статусу, то есть если ты матушка, то выбираем просто более спокойные тона, сдержанные. Нет, я почему задаю вопрос, мне кажется, он многим будет интересен, ответ на мой вопрос будет интересен, потому что очень часто мы видим в церквях молодых девушек, которые, не могу сказать, кем являются, но я понимаю, что они там работают, и они абсолютно без макияжа, поэтому мне было интересно, то есть являясь матушкой, даже нюдовые, но можно получается? Я думаю, можно, потому что всегда существует цель, которую мы преследуем. Если мы преследуем цель, действительно, уход за своей кожей, это очень важно для женщины, потому что много различных кожных заболеваний, и, естественно, нужно следить за собой, нужно следить за состоянием своей кожи, и поэтому даже легкая декоративная, а тем более лечебная косметика, она уместна. А маникюр? Ну, даже если нюдовый, пусть он будет достаточно нейтральный, да или нет? Нейтральный маникюр уместен, но в моем случае есть небольшая уговорка, потому что я по своей профессии ландшафтный дизайнер, и уже два года я занимаюсь обустройством своего сада, поэтому у меня, к сожалению, не всегда получается, потому что я работаю с землей. Скажи мне, пожалуйста, ты обязательно читаешь состав косметики, потому что, ну, тем более, ты ландшафтный дизайнер, я думаю, что натуральность для тебя превыше всего. Так ли это и в косметике? Безусловно, натуральный состав – это основная направляющая косметики, на которую мы ориентируемся при покупке. В наш век высоких технологий, наверное, неотъемлемой частью нашей жизни стало то, что мы заказываем посылки, заказываем какие-то средства в интернет-магазинах. И мне, например, очень нравится интернет-магазин «Зерна». Там огромная линейка и широкий выбор уходовой и лечебной косметики направлены именно на поддержание здоровья кожи. И для матушки, я думаю, это уместно, почему бы и нет. Ну, конечно, с более такой красивой, яркой. Это замечательно. Когда вернемся к нашей православной тени, скажи мне, пожалуйста, ты росла в православной семье? Я росла в православной семье, но изначально, будем так говорить, не совсем даже православной, но ставшей таковою. Если можно поподробнее. Когда мне было 5 лет, на долю нашей семьи выпало непростое испытание. Мой папа закончил радиотехнический университет и работал талантливым инженером. И в какой-то момент он начал чувствовать боли. сердечные боли. И несколько лет его лечили от сердца, но когда сделали контрольную диагностику, обнаружили у него рак уже в запущенной стадии. И такая интересная история с ним случилась. Он в больничной палате лежал с одним монахом, который тоже проходил лечение. И он ему очень многое рассказал о красоте православии, о православных традициях, о православных храмах, о мировоззрении, что такое православная вера. И это потихоньку привело нас в храм. Какая интересная душевная история. Екатерина, я знаю, ты вышла замуж в 17 лет. Так ли это? Да, я вышла действительно замуж в 17 лет. Ну, наверное, исходя из детского такого непростого опыта, мне пришлось очень рано повзрослеть. И в 14 лет я закончила музыкальную школу в фортепианное отделение. И чтобы расти, как-то развиваться дальше, я устроилась в 14 лет на работу в Крест-Рождественский собор, а именно в хор, в хоровой коллектив, где я встретила своего мужа. Какое-то время мы общались. Мой супруг, он несколько старше меня. И наши отношения начались с дружбы, и плавно перетекли, наверное, в брак. И 17 лет, может быть, со стороны кажется, это очень такой нежный, ранний возраст. Ну, цифра, да, достаточно юная. Но для моего внутреннего состояния это было как бы сообразно. Для меня это было неудивительно. То есть твой паспортный возраст и душевный возраст, совершенно разные цифры, будем так говорить. У меня вопрос, соответственно, как отнеслись твои родители к твоему решению в столь юном возрасте, как в 17 лет, создать, можно сказать, ячейку общества? Ну, родители, конечно, одобрили, отнеслись положительно, но достаточно так настороженно. Какое-то время им приходилось, наверное, привыкать, что вот так вот я теперь замужем. Мне также приходилось, наверное, в большей степени трудиться, больше, чем другие патриенты, потому что приходилось вмещать учебу, работу и семейную жизнь. Нет, потому что, почему у меня такой насущный вопрос? Дело в том, что 17 лет это тот возраст, когда хочется веселиться, наслаждаться жизнью и согласись, что вот не зря же говорят, построить семью. Действительно, это труд, как ломать, не строить. Поэтому я, у меня, соответственно, вопрос, не хотелось ли тебе в этом возрасте, вот в твои 17, юные, 16-17 лет, именно всего лишь получить удовольствие от жизни, а не с головой окунуться в работу, в работу с большой буквы. Ну, тут скорее нужно уже копаться в психике самого человека. У меня, я думаю, психика так устроена, а у меня психика хозяйственника. То есть мне не очень хотелось даже где-то путешествовать, где-то веселиться. Мне хотелось быстрее-быстрее строить что-то свое. Мне хотелось именно свою семью, свой коллектив, своих детей. То есть даже в старших классах школы у меня был свой небольшой хор после того, как я окончила музыкальную школу. Тут уже стоит исходить из уклада именно соображений индивидуальных самого человека. Ну, судя по твоим словам, я понимаю, что у каждого свой жизненный, свой духовный путь. Наверное, также можно сказать о духовном пути твоего мужа. Правда? Да. У него была достаточно непростая жизненная история. Он закончил юридический Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности юрист. Но как раз в это время, в начале 2000-х годов случилось такое событие, которое можно отнести к классу того, что мы не хотели, но неотвратимо может с нами случиться, как может случиться с каждым человеком. На его глазах как бы произошло несчастье, убийство его племянницы и племянника. И это в большей степени повлияло на его психику, и он стал уже задумываться, а что же, может быть, какая-то есть вечная жизнь. И в детстве, наверное, каждого из нас водили в храм, и он, наверное, вспомнил какие-то детские воспоминания, углубился в это, и так постепенно он стал прихожанином храма. Твои, слава, твои, конечно, истории, они настолько душесчипательные, и ты рассказываешь это, как вот, такое ощущение, что я читаю очень интересную книгу, это действительно очень, это сложно, очень страшно, и очень душераздирающе, безумно так говорить. На сегодняшний день, на данный момент, сложно ли быть женой священника? И к чему обязывает, не побоюсь этого слова, вот именно данный статус? Я думаю, что достаточно сложно, потому что, например, я по своей натуре достаточно самостоятельная, свободолюбивый человек, и в какие-то моменты именно жизни приходится жертвовать какими-то своими интересами, или ущемлять какую-то свободу, именно для того, чтобы сохранить, наверное, самое главное, что для меня сейчас существует, это семья, и сохранить теплую атмосферу, куда хочется возвращаться. Екатерина, я знаю, что у тебя есть, наверное, самый важный статус в твоей жизни, ты многодетная мама, сколько у тебя детей? Поведай нам. Действительно, я многодетная мама, у меня пятеро детей, причем все дети погодки, у меня две девочки, школьницы, и трое детишек дошкольного возраста. Екатерина, как? Это же погодки, как же, расскажи, как тебе было тяжело восстанавливаться, потому что я не буду даже спрашивать, а восстанавливалась ли ты? Насколько тяжело было восстанавливаться? Для меня достаточно было тяжело восстанавливаться, потому что у меня была сложная беременность, были сложные роды, и можно сказать, что я боролась за каждого своего ребенка, потому что я изначально хотела большую семью, и были сложности, были препятствия, но постепенно достигли своих целей. Помимо сложности с беременностью, с восстановлением, еще у меня, соответственно, возникает вопрос. Бытует мнение, даже психологи утверждают это, не все, но часть, что в большой семье не всегда получается уделять внимание каждому ребенку, и всегда кто-то из них обделен. Так ли это в твоей семье? Безусловно, существует такая опасность, к сожалению, но для этого я думаю, что неотъемлемой частью жизни многодетной семьи должно быть расписание, должен быть режим дня. А по-другому никак, потому что нужно успевать действительно, помимо того, что уделять внимание каждому ребенку, и не только внимание, но также вести образовательный процесс, контролировать, и даже создавать традиции внутри своей семьи, потому что это формирует детскую психику, и я считаю, что это должно быть обязательно. Ну, абсолютно соглашусь, традиции в семье, мне кажется, это неотъемлемая часть именно крепкой, очень дружной семьи. Екатерина, есть ли у тебя какие-то свои любимые методики, либо, может быть, методики разработаны именно тобой, для правильного, гармоничного воспитания ребенка? Ну, я считаю, нужно использовать множество методик, пробовать воспитание в образовательном процессе детей. Например, две девочки у меня школьницы уже ходят в школу, занимаются по своей программе, а в это время с дошкольниками я применяю и пробую разнообразовательные методики. Последний из которых мне очень понравилась методика русской классической школы. Именно тем, что она основана на воспитании ребенка. То есть дети дошкольного возраста, помимо того, что в наш информационный век мы получаем достаточно знаний, именно визуально мы воспринимаем информацию, дети должны более ограниченно получать знания, но чтобы в их умах откладывалась информация. А для этого нужно закреплять те же самые полученные знания, пройдя на урок ручным трудом. А чем она отличается от других? Почему спрашивают? Потому что, имея первое образование педагогическое, в каждой методике есть, в принципе, есть основы той методики, о которой рассказываешь ты. Чем плюсы этой методики? И еще вопрос. Своих первых детишек, двух девочек ты воспитывал по этой же методике, или совершенно по другой? Ну, конечно же, я воспитывала не совсем по этой методике. Мы также посещали развивающие учреждения. Мы ходили, например, в школу «Феникс». Я слышала, очень хорошая. Очень хорошая школа, действительно. Посещали развивающие занятия. Но сейчас, наверное, все-таки, исходя из быта, из-за недостатка времени, я все-таки более для дошкольников переключилась на семейное образование. И основы, наверное, этой методики, чем она отличается? Эта методика не новая. Она основана на учебниках, на учебниках ранней советской школы, на учебниках 50-х, 60-х годов. Например, мы можем увидеть, как писали школьники 60-х годов. То есть это потрясающая каллиграфическая пропись. И как сейчас пишут дети, потому что мы получаем обилие знаний, и они в чем-то не успевают, и не успевают усовершенствовать свои навыки. Когда ты рассказывала все это, у меня сложилась картинка. То есть ты сидишь, вокруг тебя твои замечательные детишки. И вы читаете. Знаете, как в советские времена, как в старину, наверное, даже я так скажу. А это бывает такое? То есть картинка правдивая, или это всего лишь мои фантазии? Обязательно. Досуговое чтение, а именно чтение в свободное время, чтение, которое ребенку интересно не в плане предметного времени, а в плане именно дополнительного образования, должно присутствовать и присутствовать каждый день. Причем я хочу сказать, что у меня еще с детства была мечта о своей небольшой библиотеке, чтобы постепенно коллекционировать книги, которые мне нравятся, из художественной литературы, из православной художественной литературы. Таковое очень много. Скажи мне, пожалуйста, что ты читаешь своим деткам? Поделись с нами своими интересами. Те же самые детские сказки. Причем, если обратиться к источнику, мы можем увидеть, что посыл многих детских сказок авторских, например, Ганса Кристиана Андерсона, посыл действительно христианский. Смысл в этих сказках тоже. То есть вы, извини, я почему уточняю, то есть вы читаете обычные сказки, которые также читают остальные люди. Я почему уточняю? Абсолютно. У многих, мне так кажется, с людьми возникает ощущение, что если мы сейчас говорим с матушкой, соответственно, есть какая-то определенная литература, которая сугубо столько православная, и детям своего рода называют шоры, шоры православных книг, и больше они ничего не читают. То есть ты сейчас, понимаешь, мы рушим стереотипы. Я считаю, что ребенка не нужно в том числе информационно ограничивать. Если эти знания, они расширяют его кругозор. Если это книги, которые выбирают сознательно родителям, почему бы и нет? У нас прекрасные русские писатели и литература 19 века. Скажи мне, пожалуйста, помимо обычных книг, даешь ли ты какую-то информацию уже маленьким своим детишкам касаемо православия? Обязательно касаемо православия. С какого возраста? Наверное, индивидуально. С того возраста, когда я чувствую, что ребенок может это воспринять. А на самом деле некоторые аспекты православного воспитания ребенок в раннем возрасте еще не способен переварить и воспринять. Я поэтому почему и спрашиваю? Именно в тот момент, когда мама по-матерински чувствует, что психика ребенка подготовлена к этому. Скажи мне, пожалуйста, вот очень часто я вижу детишек, которые, допустим, не хотят идти. Ну, бывает такое, они же маленькие. Но, несмотря ни на что, родители их ведут, ведут причащаться, они плачут. Как вот не перейти эту вот тонкую грань, чтобы не отбить у ребенка желание стать именно вот православным человеком с большой буквой этих слов? Наверное, насиловать ребенка все-таки это неправильно. Мы должны, если мы переводим в храм ребенка, мы должны его готовить. Мы должны, как и любой предмет, например, который изучает ребенок, мы должны заинтересовывать. И должны прийти к тому, чтобы ребенок понимал, зачем это нужно. Рассказать какую-то предысторию тех же самых богослужений, которые происходят в православном храме. Потому что каждая деталь действительной архитектуры и церковного богослужения, она имеет свой смысл. Это очень интересно. Но здесь еще есть такая тонкость, что родитель ребенок, психика ребенка тонко чувствует, когда родители его обманывают. И мы должны стараться сами соответствовать тому, о чем мы рассказываем. Спасибо большое. Екатерина, я заметила, что сейчас очень много литературы, как православной, так и обычной. Соответственно, вот у меня к тебе очень большой вопрос. Ведь очень важно не нарваться, скажем так, на псевдо-православную литературу. Что ты нам подскажешь, как правильно поступить в этом вопросе, как правильно фильтровать и выбирать не только для ребенка, но и для себя правильную литературу? Безусловно, сейчас в наш век очень много подделок, очень много информации псевдо-православной. Поэтому мы должны фильтровать, конечно же, книги и авторов, в том числе которых мы предлагаем для чтения своим детям. Например, в период коронавирусной пандемии, когда не было возможности для посещения магазинов, в том числе книжных, у нас с мужем есть традиции, например, привозить из путешествий, из паломочных книги. Часто, кстати, ездите? Достаточно часто. Потому что у меня родители помогают с детьми и стараются себя в этом не ограничивать. Я почему и спросила? Потому что с пятью детишками это, конечно, замечательно будет путешествие, но будет очень-очень, мне кажется, тяжело, поэтому у меня и возник такой вопрос. Ну, конечно, мне повезло. У меня замечательные родители, они помогают мне, в том числе и с детьми. Но вот этот год показал, что многие вещи, которые нам в один момент могут стать недоступными, подвигают нас на то, чтобы мы искали те же самые прекрасные книги на каких-то других торговых площадках. И для меня большим открытием стала именно торговая площадка и профессиональный коллектив «Магазины Зерна». Там можно найти огромный ассортимент книг, как художественной литературы, так и православной художественной литературы для детей и для взрослых. И очень удобная система скидок и удобная доставка. Я поняла, что в интернет-магазине «Зерна» работает хорошая команда специалистов, которые отслеживают новинки в духовной и православной детской литературе, чтобы к нам на книжную полку попадало все только полезное и доброе. Это самое главное, чтобы было доброе, потому почему я тебя спросила, где ты берешь важные и интересные книги. Кстати, что из последнего духовного ты прочла? Для детей для нас было открытием две очень интересные книги из новинок. Это «Сказки из волшебного сундучка» и книга большая, именно учебная «Я открываю храм». Эти книги можно заказать также на торговой площадке «Магазины «Зерна». И открытием было то, что действительно многие сказки, которые мы читали в детстве, у них действительно христианский посыл, мы просто об этом не догадывались. Не знали, да. Как раз в этой книге «Сказки из волшебного сундучка» упорядочены и составлены очень интересные книги, с которыми мы, взрослые, давно знакомы. Интернет-площадка именно православной духовной литературы – это достаточно редкое явление в нашем времени. И интернет-магазины в реалиях нашего времени стали отличной альтернативой обычных покупок. Так, например, из последних, из взрослой литературы, у меня есть цикл книг, которые я коллекционирую. Именно цикл книг «Несвятые святые», которые я приобрела в интернет-магазине «Зерна». Этот цикл книг стал выпускаться более десятилетия назад. Первым автором был митрополит Тихон Шевкунов. И это очень небольшие, но интересные именно своей смысловой нагрузкой, своим сюжетом истории, которые можно читать как детям, старшего возраста, так и взрослым. Также хочется подчеркнуть удобство приобретения на интернет-площадке, именно книговой. Удобство приобретения для старшего поколения, так как в период самоизоляции чем же еще заниматься, как не читать. А ходить же нельзя никуда, старшему поколению. Конечно. Самообразовываться, расширять свой кругозор. Спасибо большое. Екатерина, ты вот мама пятерых детишек. А крестной мамой скольких ты являешься еще? Расскажи нам, пожалуйста. Мне кажется, огромная цифра. На самом деле не так много, потому что к любому действию нужно относиться ответственно. И также статус крестной мамы – это определенные обязанности. Ты как бы являешься второй мамой, которая также должна донести доброе, какие-то нравственные ориентиры до ребенка. Поэтому я стараюсь не набирать себе большой штат крестников. У меня всего две крестницы. Ну, стараюсь уделять им внимание в том числе. Я узнала информацию. Прежде чем ты станешь крестной мамой, нужно пройти какую-то процедуру. Даже не процедуру, а какую-то лекцию послушать. Правильно ли я поняла или нет? Поясни, пожалуйста. Безусловно, да. Это стало реалиями последних лет. Да, это раньше не было. Этого раньше не было, но я считаю, что это обязательно. Это не должно смущать, потому что мы должны понимать именно смысл того, кто же такие крестные родители. Мы должны понимать ответственность. Мы должны понимать то, что мы должны ребенку, то есть своему крестнику бы объяснить. Именно это освещается на лекциях, которые должны пройти крестные перед Таинственным Крещением. Я посмотрела твою страницу, я увидела, что ты очень много, и самое главное, очень интересно пишешь. То есть у меня, соответственно, возникает вопрос. Позволительно матушке быть медийной личностью, потому что ведь нужно же рассказывать про свою жизнь, вести блог и открывать, скажем так, двери и рассказывать людям, как ты провела день, и что случилось. Разрешается ли это со стороны твоего мужа или нет? Ну, безусловно, существуют какие-то рамки, но это мы и понимаем, и стараемся следовать этому. Но я не вижу ничего предосудительного и плохого, если ты делишься каким-то своим опытом именно воспитания в православной среде своих детей, или же своими какими-то наработками или талантами. Например, со школьной скамьи у меня было одно увлечение, которое я впоследствии развивала. Я писала стихотворения, небольшие рассказы. Так вот, почему ты так хорошо пишешь. Ну, пишу на самом деле я намного лучше, чем говорю, но это уже такая психологическая составляющая, что на листе бумаги как бы мысли укладываются так, как нужно. Екатерина, вот ты говоришь, что это абсолютно, в принципе, допустимо, если в рамках приличия. Тогда почему так мало жен священников этим занимаются? Ведь безумно важно для всего общества узнать банальные вещи, что такое хорошо и что такое плохо. А из уст матушек это будет звучать действительно правильно, открыто, откровенно. Почему так мало матушек вообще пишут о себе, рассказывают? Мне очень интересно. Я бы хотела сказать, это именно вопрос времени, потому что это огромный труд совмещать. В основном матушки это так же, как и я, мамы, многодетные причем мамы. И на самом деле очень тяжело совмещать деятельность именно в семье и какую-то другую профессиональную деятельность. Мы можем знать, что многие матушки, они продолжают работать, помогать своей семье. И, наверное, просто времени не остается на какое-то творчество. Но я думаю, что наша жизнь очень коротка, и мы должны стараться успевать принести в этот мир то, что мы хотим донести. Екатерина, золотые слова. Мне очень приятно. Я задала этот вопрос с целью понять, мы имеем мало информации, допустим, и тех же мало страниц социальных сетей у матушек по причине нехватки времени или из-за каких-либо стереотипов? Потому что я долгое время была уверена, что вам просто запрещено ввести, скажем так, социальные странички. А ты мне просто открыла глаза на все это. Нет, запрета нету, но стереотипы, к сожалению, никуда нам от них не деться, они есть. Но если мы несем полезную информацию, добрый посыл... Конечно, это нам, это очень нужно, это важно. Действительно, нужно нашим подписчикам, таким же, как и мы, которые нас смотрят. Например, у меня была история, когда моя подруга, с которой мы долгое время не общались, находилась в трудной жизненной ситуации. Она разводилась со своим супругом, и мои какие-то посты, которые я писала на тот момент, помогли ей выкарабкаться из этой ситуации. И я была очень удивлена, когда через какое-то время она меня поблагодарила. Таких примеров действительно много. И мне кажется, чем больше люди будут писать об этом, тем важнее нам всем. Спасибо большое, что занимаешься, находишь время. Кстати, о времени. Как я поняла, ты не замкнулась абсолютно в семье. Ты безумно активна. Ты успеваешь работать, вести хозяйство, строить дом. Как у тебя все это получается, и еще и воспитывать детей. Причем не просто воспитывать, но и давать им очень правильно, корректное, доброе воспитание. Мне кажется, как и любой творческий человек, я с детства, наверное, больше вращалась в творческих кругах. Мне не хочется ограничиваться бытом, потому что если женщина погружена только в быт, то глаза ее угасают, как есть такая поговорка. И мы действительно должны успевать все. Мы можем уставать. Причем уставать настолько, что в конце дня просто падать. Но мы должны интересно проживать свою жизнь. Например, из моих увлечений у нас есть прекрасная воскресная школа при Христо-Рождественском соборе Кремля, в которую ходят дети любых возрастов, но преимущественно от 10 до 14 лет. И которым мы стараемся рассказать о архитектуре, о нравственных идеалах, о храме, зачем это нужно. И в том числе мы стараемся вести профессиональную деятельность. Например, у нас существует при храме студия больных танцев. Вот так вот. Ты что? Какие молодцы. Потому что больные танцы, они являются классическими танцами. Здесь нет ничего предосудительного, если мы будем помнить свою историю. Скажи, пожалуйста, а вот жены священников, это как жены военных, куда мужа пошлют на службу туда и жена едет? Действительно это так. Как и воинское служение, так и служение священника, это в первую очередь служение. То есть мы не подвластны, мы должны исполнять врученное нам послушание. Нас могут отправиться на какой-то совершенно незнакомый приход, и мы должны стараться своими силами организовать там деятельность, в том числе воспитательную деятельность прихожан, деток. И такое есть явление, и мы должны в этом смысле быть смиренны и должны исполнять так же, как и военнослужащий, свой долг. Готова ли ты следовать за своим мужем? И всегда ли ты готова? Я себя морально к этому готовлю, хотя я человек достаточно свободолюбивый, но тем не менее, я думаю, что это наша обязанность. И в разумных пределах можно совмещать деятельность абсолютно везде, если, как говорят, не место красят человека, а человек место. Поэтому скорее да. И ещё, поведай нам, пожалуйста, что за история у тебя с весом после родов? Если можно, если это не закрытая тема. С этим связана очень интересная история. После четвёртых родов мы находились с мужем в гостях, и я просто из любопытства решила встать на весы и посмотреть, какая же там цифра. Естественно, были другие какие-то обязанности, нагрузки, и я не следила за своим питанием, за своим рационом. Как бы представляла, что я такая плотненькая, полненькая, но картины всей не могла видеть. И встав на весы, я увидела огромную цифру, 106 килограмм. Это было для меня ужасающе. И на протяжении, наверное, двух лет я подстраивала свой организм под правильное питание, под рацион. Причём рацион очень индивидуальный для каждого человека. Например, мы не можем взять только одну диету, мы не можем взять рацион какого-то одного автора, потому что рацион человека должен быть сбалансированным. Например, долгое время я увлекалась диетой дюкана, белковой диетой. Но впоследствии, прочитав много литературы, ощутив на своём организме, что эта диета, если слепо следовать ей, может навредить организму, в том числе... То есть ты пробовала абсолютно, я поняла, что ты методом проб и ошибок всё-таки мы видим такую красивую яркую девушку. Методом проб и ошибок мне удалось за два года сбросить порядка 50 килограмм. Ну, это стоит как минимум памятника, потому что это очень сложно. Это очень сложно. Это действительно сложно, и это должно, одним из основных правил, это должно стать образом жизни. Да, наверное, потому что, мне кажется, очень легко съехать. Опять совершенно другую цифру, которая тебя не будет устраивать. Абсолютно. Тем более у меня были достаточно сложные беременности, в которые, чтобы выносить малыша, мне прописывали курсы гормонов, которые негативно повлияли на организм, именно быстрая прибавка веса. И потом мне приходилось долго восстанавливаться и восстанавливать свой организм, восстанавливать правильное питание. Например, если говорить о режиме дня, как я питаюсь, для себя уже выработала определённые правила. Для меня это калорийность рациона порядка полторы тысячи калорий в день. Это же мало. Это немного, но для моего организма, если я начинаю превышать уже эту цифру, я начинаю прибавлять. Может быть, это замедленный обмен веществ, какие-то индивидуальные особенности. Но, тем не менее, это так. Как ты строга к себе. Ну, тем не менее, если говорить о питании, рационе в целом, с утра, когда мы встаём, мы должны есть сложные углеводы. Это каша, но ни в коем случае не манная крупа, это гречневая каша, овсяная каша. Это правильные углеводы, которые насыщают наш организм, дают нам энергию. Подкованная. Ну, нет, два года борьбы, и, конечно, результаты шикарные. Скажи, пожалуйста, а готова ли ты морально к тому, что твои дети могут выбрать также православное служение? Я хочу сказать, что я буду этому очень рада, но, тем не менее, каждый ребёнок индивидуален, и я смотрю на интересы ребёнка, на его особенности, к чему он тянется. И стараюсь на данный момент именно воспитания младшего, школьного и дошкольного возраста ориентироваться на интересы самого ребёнка, не угнетать его. Я буду очень рада, если мои дети выберут именно православную стезю, православный путь. Ты не будешь противиться, если они выберут совершенно другой путь? Я противиться не буду, но я считаю, что обязанностью нашей, как родителей, должно быть именно сформировать психику ребёнка, чтобы он был стрессоустойчив. Чтобы он мог внести в этот мир какие-то свои знания, какие-то свои нравственные ориентиры, которые даём мы родителям, даём православная среда. Но он также должен быть стрессоустойчив в этом мире, как бы отвечать и достойно нести себя. Екатерина, то есть я ещё раз, если ты не против, отточню. Допустим, если кто-то из твоих детей, из ваших детей не выберет служение, вы не будете противиться? То есть вы дадите ребёнку свободное плавание, будем так говорить, абсолютно не будете противостоять ничему? Я считаю, что а как без этого? Зачем ломать психику уже состоявшегося, например, когда школу закончат ребёнка или человека? Например, моя старшая дочка, она хочет стать художником. И я с радостью на праздники, на дни рождения дарю ей какие-то холсты, картины, чтобы она самореализовывалась. Какая ты мудрая мама, это дорогого стоит, это замечательно. Скажи мне, пожалуйста, присутствует ли в твоём воспитании наказание детей? И если да, то какое? Да, к сожалению, наказание – это неотвертимая часть воспитания, но наказание не в прямом понимании, не физическое. Вот я и хочу уточнить этот момент. Ни в коем случае не физическое, потому что это полностью ломает психику ребёнка и, наоборот, заставляет в каком-то смысле его обороняться. Этого нам совсем не нужно. Ребёнок нужно, чтобы понимал, если он что-то сделал неправильно, почему он это сделал. И как нужно сделать по-другому. И это, наверное, самое сложное в воспитании – именно найти контакт с ребёнком и разговаривать с ним. Даже если он тебе сопротивляется, стараться донести, почему так не нужно делать. Это действительно сложно, потому что физическое наказание, к сожалению, – это достаточно лёгкий, но недейственный способ. То есть фраза «Порка ещё никому не повредила» не про твоё воспитание? Нет. Я очень рада это слышать. Почему я задала этот щепетильный вопрос? У меня сложилось впечатление, что в патриархальной семье физическое наказание считается нормой. Поэтому, не обижайся на этот вопрос, мне действительно было очень важно. Мне кажется, не только мне. Почему-то у всех так же, опять же, мы говорим про стереотипы, складывается впечатление, что в патриархальной семье это можно. Ты мне совершенно раскрыла глаза. К сожалению, существуют такие стереотипы, но тут зависит уже от уровня именно образованности самого родителя, чтобы родитель мог донести до ребёнка, также грамотно отвечать на его какие-то неправильные действия. И мне ещё предстоит, конечно, пройти очень сложный рубеж переходного возраста. Буду стараться с этим справляться. Этот опыт для меня будет новый. Но пока стараемся справляться с какими-то детскими капризами, именно воспитанием, именно тем, что нужно разговаривать и дружить с ребёнком. Ты упомянула, что ты любишь ландшафтный дизайн и занимаешься этим с удовольствием, как я поняла. Где? Где ты творишь эту красоту? Ну, существует все это огромные истории, предыстория. Когда у нас родился третий ребёнок, мы с мужем находились в гостях у наших друзей в Солочи. Вы можете представить, это был мой месяц, очень живописная, именно природные ландшафты. И в какой-то момент мы вышли на улицу, чтобы насладиться этим цветением майским. И мы были настолько вдохновлены этим, что к тому моменту мы планировали копить на автомобиль, которого у нас ещё не было. Но накопив какую-то сумму, мы просто через какой-то промежуток времени приняли решение купить старенький, но домик. Потому что было горячее желание именно воспитания детей в традициях православной семьи, которые предусматривают и включение детей в трудовой процесс. Будь то построение дома или своего усадебного участка. У меня к тому времени был опыт, потому что я училась в Рязанском государственном университете на направлении подготовки биологии, ландшафтный дизайн. И была знакома именно с правилами, как должен выглядеть сад, как должен выглядеть участок с особенностями растений, совместимостью растений друг с другом. И со временем старенький домик мы продали. И сейчас мы на таком очень интересном этапе строительства своего дома и построения именно своего участка. Сейчас мы занимаемся уже на протяжении трёх лет разведением цветов однолетних и многолетних разных. Например, у меня есть розарий свой небольшой, который с каждым годом разрастается. Я даже боюсь это представить. Муж также помогает мне. У него есть опыт. Он жил в сельской местности. У него есть опыт выращивания питуней. На сегодняшний день мы стараемся вырастить около 150 кашпо. Разбираемся в различных сортах. Будь то гигантские питуньи или калибрахо, совершенно маленькие питуньи. Но это создаёт неповторимую атмосферу сада. Также моя идея – создать сад непрерывного цветения. Это очень правильная система. Она основана на том, что цветы должны присутствовать в саду и кустарники, и многолетники, и однолетники. И когда отцветает одно растение, должно зацветать другое. И так мы сохраняем красоту сада с апреля месяца до ноября. Мы стараемся выращивать наряду с цветами. Полтора года уже стараемся заниматься выращиванием овощей. У нас есть две теплицы. Конечно же, нужно подходить в первую очередь с научным каким-то опытом. Нужно понимать, какие сорта, что мы в итоге получим. Вы что-то получаете? Да, мы получаем хороший урожай. И причём урожай, начиная с апреля месяца, с первой зелени, и заканчивая ноябрём. Например, совсем недавно мы поехали доделывать наши дела строительные и увидели, что у нас огромная связка ягод, малина висит. И мы были настолько удивлены, потому что, опять же, подходя обдуманно к обустройству сада, мы должны понимать, что лучше, например, выбрать ремонтантный сорт, который светёт и даёт плоды несколько раз в году. И это будет урожай в два раза больше, чем если мы... Как много я узнала, ты просто не представляешь. По всему делу нужно, наверное, подходить с душой, обдуманно, и мы стараемся этому следовать. У меня вопрос, помогают ли твои дети? Я приучаю детей к труду, но не насильно, а через интерес. То есть дети видят, что ты делаешь, и, естественно, детская психика так устроена, что они заинтересовываются. Например, буквально в этом году старшая дочка, она меня попросила, «Мам, давай сделаем, отгороди мне свой маленький участочек, у меня тоже будет свой сад». То есть ни в коем случае не через насилие, не через уговоры, что ты что-то должен, а именно показывая, наверное, личным примером. Иногда, то есть бывают такие моменты, я сама мама, что ребёнок не хочет делать то, что он должен сделать. То есть то, что мы его, например, допустим, попросили. Нет, не потребовали, попросили. А сталкивалась ли ты с такими ситуациями, и как ты выходил? Ну, наверное, какой-то... Я повторю свою просьбу, но если ребёнок не настроен со мной на какой-то конструктивный диалог, наверное, на первых порах приходится отступить, чтобы не ломать детскую психику. А если это будет продолжаться систематически? Ну, ведь бывают такие ситуации, конечно. Это сложный вопрос. И я, к сожалению... То есть ты добрая мама, я поняла. То есть ты плохой полицейский, в данном случае ты хороший полицейский. Эх, я плохой полицейский. Ну и последний вопрос, Екатерина. О чём мечтает такая красивая, яркая, успешная мама пятерых детишек? Наверное, я в большей степени мечтаю побольше успеть. Я мечтаю, чтобы у меня были силы, было здоровье, был настрой, были какие-то творческие идеи, потому что это самое главное. Если в нас всё это есть, то мы сможем многое. Что ты можешь пожелать нашим зрителям? Я хочу пожелать нашей аудитории, зрителей, чтобы они не ограничивали свой круг какого-то познания, общения, чтобы они всегда находились в поиске, в том числе поиски каких-то мировоззренческих смыслов, чтобы они не ограничили себя стенами дома или только семьёй, или только бытом, чтобы они по возможности ходили в храм, ведь там существует очень много интересных традиций, с которыми мы можем познакомиться, не считая уже смысловой составляющей, которую мы действительно получаем в церкви. И это даёт нам силы и возможности правильно проживать свою жизнь и воспитывать детей в традициях, которые были присущи нам раньше. Спасибо большое, Екатерина, спасибо огромное. А я тебе желаю найти 25-й час в сутках. Ну а если серьёзно, я тебе желаю, чтобы твой блеск в глазах, который я вижу и который заряжает, мне кажется, каждого, он никогда не угасал, потому что это дорогого стоит иметь это и сохранить. Спасибо тебе большое. Спасибо вам огромное. Спасибо.